Новый день в прямом эфире. Команды военно-патриотических клубов из районов Якутии съехали из столицы республики на 5-й республиканский слет юнармии. Мероприятие посетила даже руководитель аппарата главного штаба юнармии, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Саренко. А сегодня в нашей студии заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Любовь Клюкина, а также члены команды военно-патриотического клуба Мирю Гаврил Бережнев и Саш Сергеев. Доброе утро, уважаемые гости. Любовь Николаевна, расскажите об итогах первых пяти дней, трех дней пятого слета юнармии. Доброе утро. Да, действительно, у нас уже в юбилейный раз, в пятый, прошел слет патриотической юнармии. В этом году программа была невероятно насыщенная. Кроме соревнований, кроме преодоления полосы препятствий, к ребятам приходили ветераны вооруженных сил, рассказывали о своей службе. У ребят были мастер-классы на стрельбищах. Дальше к ним приходили кинологи, где показывали, как нужно обращаться с выученными собаками. Ну и, безусловно, вот эти вот три дня, которые проходили в стенах очень уютной кадетской школы-интерната, они прошли для ребят невероятно насыщенно, интересно. Знакомство, друзья. 12 районов у нас принимали участие в слете. Ну и вот победила команда УСИ Алданского облуса. Ну, а насколько вообще сами ребята юнармейцы проявили себя активно в этом году? Каждый год ребята очень разные. В этом году все были почему-то серьезные, таким, ну, как мне показалось, да. Проявили себя, безусловно, активно. Кроме направления юнармии у нас еще было направление юные спасатели, волонтеры-спасатели. Поэтому у ребят были еще отдельные личные соревнования, где они также преодолевали полосу препятствий. Кстати, там были сильнее всего ребята из Жатая. Ну вот как раз-таки к ребятам. Саш, вот каковы твои впечатления от участия? Что тебе больше всего запомнилось? Добрый день. Впечатления хорошие. Такие, хорошо, что такие мероприятия проводятся. Очень нужные для мужчин, так сказать. Ну, впечатления. В прошлом году тоже участвовал. Первый раз было хорошо, второй раз еще хорошо. Ну, в этом году легче стало, вот уже второй раз участвуешь. Как вообще подготовился, как шла подготовка? Подготовка у нас шла сильным ходом. Мы каждый день тренировались сильно. Не важно, там на улице была зима или снег выпал. Все равно мы там сами самостоятельно проходили полосу препятствий. Подготовка была хорошая. И на этом соревновании, так сказать, мы были готовы. Ну, как настоящий мужчина, ни снег, ни зной вам. Ни почем, да, вот твой одноклубник, Гаврил, сейчас нашим телезрителям продемонстрирует одно из заданий, насколько я понимаю, да, которое было во время слета, вот по сборке-разборке автомата. Доброе утро, Гаврил. Доброе утро. Сперва снимаем магазин, потом предохранитель, заряжаем, стреляем на 45 градусов, снимаем пенал, шампунь, крышку, потом обратную механизму, затворную раму. Получается, собираем в обратном. Да. Собираем. Быстро, ребята, получается? Я когда-то тоже проходил процедуру, но не нормально, сейчас уже так быстро не получилось. Вроде где-то 20-30 секунд, да, наверное, должно быть? Да, но соревнования 15-16. Соревнования 15 должно быть. Хорошо, спасибо вам, ребят. Любовь Николаевна, ну вот во время слета была еще отработана и образовательная программа, вот о ней вот отдельность хотелось бы поговорить. Это была такая образовательная деловая программа для руководителей клубов патриотических, которые привезли как раз-таки команды на слет. В рамках этой программы мы поговорили о планах на 2019 год, мы поговорили о материально-техническом обеспечении, в принципе, на местах, поговорили о том, что необходимо делать зональные мероприятия отборочные, прежде чем проводить республиканские. В рамках образовательной программы у нас участвовали и представители Министерства образования и науки республики, и представители силовых ведомств, МВД, МЧС. Ну, в принципе, да, руководители клубов узнали что-то новое, поняли, что необходимо регистрироваться, вот, ну и как бы еще лучше познакомили друг с другом. Ну, нам известно, что был избран руководитель юноармейского движения Якутии, расскажите о нем, кого избрали. Ну, если быть более верным, то был избран кандидат в руководители регионального движения юноармия, это Алексей Александрович Корякин, он руководитель, директор Якутской кадетской школы-интерната. Почему именно его выдвинули для избрания? Потому что он руководит, ну, вот такой вот профильной школой, он очень инициативный, активный, к нему тянутся педагоги, поэтому практически единогласно за него проголосовали на отчетно-выборной конференции. Ну, а далее, 2 ноября, уже в Москве будет принято решение и утверждена или не утверждена его кандидатура. Львовь Николаевна, ну, если очень коротко о планах по дальнейшему патриотическому воспитанию молодежи. Ну, как я уже сказала, необходимо, чтобы план был такой совместный, он у нас есть, он межведомственный, потому что патриотическое воспитание захватывает очень много властей, ведомств, то есть это и наше министерство, и министерство образования, и муниципальное образование, где также есть ряд своих мероприятий. Наша задача сделать так, чтобы руководители клубов имели всегда поддержку, потому что это учителя, и чаще всего они вот тренируют ребят в свое свободное время. И это очень важно. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Удачного вам дня. Удачи, ребят.